В нашу редакцию обратились жители поселка Вурнары с просьбой осветить многолетнюю проблему. Дело в том, что на улице Дачной почти три года назад проложили новый водопровод, но жители до сих пор пользуются общественным колодцем. Сельчане в недоумении, почему нельзя подать воду, если магистраль есть. Между тем, на улице Дачной проживает около 20 человек, а не так давно там стали выдавать земли многодетным семьям. Вурнарский районный суд не единожды вставал на сторону людей, но исполнять его решение и подключать водопровод местная администрация не спешит. Почему? Ответ на этот вопрос искала моя коллега Вероника Павлова. Кто успел, как говорится, тот и запасся водой с колодца. Сергей Ефимов чуть ли не каждый день приезжает к родителям. Пенсионерам самостоятельно ходить к общественному колодцу сложно. Правда, вода в нем, по словам жителей улицы Дачной, техническая. Приходится иногда пить эту воду. А выбора нет, хотя водопровод на улице Дачной был проложен давно. Лет 40 назад местное предприятие инициировало здесь строительство магистрали, чтобы обеспечить дачные участки, выдаваемые сотрудникам, водой. В 2019 году труба дала течь. Жители уведомили, что водопровод, пролегающий через территорию частной организации, намерены отключить. В 2021 году местная администрация таки построила новую магистраль в обход предприятия. И то только после вмешательства районной прокуратуры. Мы, естественно, обрадовались, думали, вот сейчас будем жить с водой. Но на этом дело все закончилось. И, по моему мнению, эта магистраль была положена без всяких технических документаций, без всяких технических планов. В этом-то и загвоздка. Местная администрация уже который год не может предоставить исполнительную документацию на новую магистраль, чтобы передать полномочия по водоснабжению и водоотведению биологическим очистным сооружениям Минстроя Чуваши, как это требует региональный закон номер 94, вступивший в силу в конце 2021 года. В прокуратуре Вурнавского района по данным нарушениям было внесено представление, а в последующем в суд было направлено административно-исковое заявление уже об обязании администрации муниципального округа принять меры и подготовить соответствующую документацию и передать данную водопроводную сеть в собственность Чувашской республики. Мы об этой ситуации знаем с первых дней, как здесь работаем. Уже много писем писали в адрес администрации, что им необходимо сделать. Но на сегодняшний день пока я вижу, что прогресса нет. Между тем, на обустройство нового водопровода была потрачена внушительная сумма. На встрече с жителями улицы Дачной представители местной администрации попытались объясниться. Был заключен контракт на обустройство данного водоснабжения на 1 миллион 477 тысяч 900 рублей. Соответственно, работы были выполнены, но по итогам проведенных работ объект не был принят на баланс. Почему? Данные причины, соответственно, сейчас сложно установить. Почему? Сотрудники данных уже не работают. Почему водопровод проложили, а технической документации нет? Вопрос интересный, но для жителей важнее другое, чтобы в их дома как можно скорее пришла вода. Руководство биологических очистных сооружений предложило местным властям вариант, который позволит ускорить передачу водопровода на баланс республики. Включите объект в реестр муниципальной собственности, как движимое имущество. Если бурнарские чиновники наконец вплотную займутся решением этой проблемы, возможно, уже до конца этого года на улице Дачино наконец-то появится вода. Этого ждут и многодетные семьи, которым недавно начали выдавать здесь участки под строительство. Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Фестич, Вашия.